На водоемах Екатеринбурга сегодня поставили крест, точнее прорубили. В уральской столице начали готовиться к православному празднику Крещения. Рубить купели в этом году оказалось проще, правда сложнее спасателям. Почему в этом году им есть чего бояться, выясняла Ксения Башкирцева. Толщина льда 31 сантиметр. Свежевырубленные купели спасатели проверяют с линейками. Толщина льда из-за аномально теплой зимы едва дотягивает до нормы. А ведь на водоемы в ближайшие выходные выйдут тысячи горожан. Чтобы не уйти на дно, надо знать, где плавать и не толпиться. В МЧС подсчитали, у одной иорда не должно быть не больше полусотни человек. Сейчас вот лед замерили, 31 сантиметр лед, недостаточная толщина льда, не выдержит большое количество. То есть будет обеспечиваться взаимодействие с органами полиции. Все будут заходить в купель по очереди. Первыми в прорубь за 4 дня до крещения ныряют водолазы. Они ищут подводные камни. Дно должно быть без бутылок, арматуры и бытового мусора. Ну что, чисто? Все чисто. В ближайшие дни им предстоит проверить почти три десятка купелей. Окунуться с головой в православный праздник можно будет на озере Шортаж, в поселках Кольцово, Шабровский, Горный щит и других. Можно обойтись и посещением храмов. Там тоже готовятся к наплыву верующих. И до блеска чистят баки для святой воды. Нужно приготовить емкости для воды, чтобы было куда принять воду. Нужно, чтобы эту емкость, там человек 20 будет стоять на раздаче воды. Будет очередь там. Готовим какую-то посуду. На поток организацию крещенских ныряний давно поставили многие екатеринбургские турфирмы. Можно и вип-купель заказать сауной или окунуться не в ледяную воду, а в горячий источник. Путевок на самые популярные курорты уже не осталось. Хотя встретить православный праздник в теплой атмосфере стоит от 2000 рублей. В крещении, как принято, люди окунаются в воду. Но многих страшит то, что это ледяная, холодная вода, и все переживают за свое здоровье. Особенно, ни для кого не секрет, все равно это стресс для организма. А здесь вода все-таки теплая. Впрочем, ехать или идти за святой водой совсем не обязательно. По православному обычаю в крещении вся вода становится священной. Смыть грехи можно даже в собственной ванной. Ксения Башкирцева, Владимир Середа. Новости 41 канала.